Вы хотите узнать, как выучить английский быстро? Я вам сейчас расскажу. Прежде чем вы будете в комментариях меня обсирать и говорить, кто ты такой, чтобы давать все эти советы, я, конечно же, никто, но я всего лишь сертифицированный преподаватель английского языка, и мой метод был утвержден. Поэтому, хотите слушайте меня, хотите нет. Но я думаю, если вы изучаете английский язык, все равно посмотрите. Я думаю, лишним не будет. Интро запускается сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok пять раз в неделю, более чем достаточно. Каждый день вы тренируете разные мышечные группы. В понедельник вы тренируете грамматику. Во вторник можно отдохнуть, взять день отдыха. В среду вы делаете пару подходов чтения на английском языке, пытаетесь понять, в чем текст. Не надо читать научные тексты. Читайте то, что вам интересно. Заходите на сайты, я не знаю, блогеров или веб-сайты с вашими интересами, и читайте статьи или прочее. Читайте то, о чем вы хотите узнать. Читайте то, о чем бы вы с удовольствием прочитали на русском. Все. В четверг вы тренируете словарный запас. Учите 10 слов, записываете их кому как удобно, пытаетесь запомнить, что они значат, и пытаетесь использовать их в воображаемом диалоге, либо просто строить с ними предложения. Самое главное, это уметь их использовать. Потому что знают слова все, использовать их умеют немногие. В пятницу вы занимаетесь письмом. Тренируетесь, упражняетесь. Я не говорю, что надо писать академические письма и прочее, то, что вас заставляет делать в школе, что вы не хотите делать. Пишите то, что вам нравится. Опять-таки, заходите, заведите блог на английском языке, заведите твиттер, я не знаю, пишите в своем дневнике по-английски. Потому что правило номер один вообще в любой деятельности, не только в изучении языка, это наслаждаться процессом. Если вы не наслаждаетесь процессом, то у вас вряд ли что-то получится. И вообще, зачем это так-то делать? В субботу вы занимаетесь слушанием и развитием умения воспринимать на слух. Смотрите ваши любимые фильмы, сериалы, видео ютуберов. А с видео ютуберов тут, конечно, небольшая ловушка, поскольку я крайне не рекомендую смотреть без субтитров на стадии обучения. Если вы чувствуете, что вы немножко не уверены еще, смотрите обязательно на английском языке, но с русскими субтитрами. Если вы чувствуете, что вы на уровень повыше, то смотрите на английском с английскими субтитрами. Bye. Почему я рекомендую смотреть субтитрами? Очень просто. Если вам встретилось какое-то слово, которое вы не знаете, или какая-то грамматическая структура, предложение, неважно, вы нажимаете на паузу, вы записываете это слово, смотрите, что оно значит, записываете его в тетрадку, чтобы потом в четверг, когда вы работаете над словарным запасом, вернуться и выучить эти слова. Все в этом процессе взаимосвязано. А, и в воскресенье вы можете отдохнуть, но я предпочитаю активный отдых, поэтому вы можете немножко поговорить сами с собой на английском языке, если вы делаете какие-то дела, озвучивать для себя свои дневные задачи по-английски, с этого все начинают. Я делал точно так же. Я знаю, может быть, немножко странно с вам с собой разговаривать, но, слушайте, если это помогает, а это помогает, то почему бы и нет? И что касается быстрого, быстрого изучения английского, это что-то вроде того, как накачать пресс за неделю, либо набрать 20 килограмм мышечной массы за месяц невозможно. Даже более чем невозможно. Глупо. Если вы будете себя толкать и пытаться выучить быстро, то вы ничего не добьетесь. В таких случаях добиваются успеха только 5% людей. То, о чем я рассказал, это все, что нужно. Каждый день уделяйте себе по 20 минут, и это все. Больше не надо. Не надо, как я это делал, сидеть и часами себя мучить, потому что в этом просто нет необходимости. Этот процесс должен стать автоматическим. Как чистить зубы, умываться, я не знаю, вы не должны заставлять себя. Вы должны просто автоматически садиться и начинать это делать, не думая об этом, потому что это все зависит от того, как вы на это смотрите. Это как история про черепашку и кролика. Люди говорят, что мораль этой истории это нельзя никогда недооценивать своего оппонента или не надо недооценивать самого слабого оппонента. Но в нашем случае мораль этой истории, если кто-то пытается смеяться над вашим темпом, вы говорите им «фак оф». Был кролик. Он был очень сильный, быстрый, атлетичный, большие бицепсы, кубики пресса. Все девочки были вокруг него. И был черепашка. Был черепашка? Неправильно звучит. И черепашка не была такой популярной, потому что она была очень медленной и не атлетичной совсем. Совсем не атлетичной. И однажды кролик решил поиздеваться над черепашкой публично. И он говорит «Ты, слышь!» Черепашка говорит «Я? Что? Я? Что такое?» Кролик говорит «Ты! Медленный!» Все начали смеяться. Черепашке слезы на глазах, это очень обидно, потому что действительно публичное унижение, это неприятно. Но черепашка посмотрела мое предыдущее видео про уверенность в себе, вытерла слезы и говорит «Серьезно? Ты думаешь, что я медленный?» Кролик такой «Да». И черепашка говорит «Дои фак официально рейс мне, бич?» И кролик такой «Воу, подожди, подожди, секунду». «Чё, серьезно? Ты это сейчас мне сказал?» И черепашка такой «Да, давай!» Кролик такой «Давай, легко!» Они встают на стартовую линию, там из пистолета стреляет сексуальная белка, потому что мы в лесу, я не знаю. Сигнальный пистолет выстрелил, и кролик рванул. Очень быстро побежал, очень-очень быстро. Посередине где-то маршрута, кролик оглядывается назад, черепахи даже не видно, черепаха еще где-то там на старте. Привычный ход этой истории, что кролик говорит «А, я сейчас могу немножко вздремнуть, потому что я крутой», и в итоге он все проспал, и черепашка выиграла. Но история на самом деле пошла не так. Нам врали в детстве. История на самом деле была такая. Кролик бежит, думает, «А, я же крутой, я сейчас еще ускорюсь». И он начинает еще быстрее бежать, еще быстрее, потому что адреналин, и ему не было достаточно этой скорости, он хотел еще, 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 он хотел все больше выпендриваться перед всеми. В результате он спотыкается, и ломает себе лицо, ломает зубы, кровь везде, слезы, сопли, все. Его пришлось везти в больницу, накладывать ему швы, и пока все это происходило, черепашка дошла до финиша. Потом черепашка выиграла гонку, и устроила вечеринку с алкоголем, девочками, диджеем, световыми эффектами, знаменитостями, в общем, все было круто. Мораль истории такая. Медленно, но верно, выигрывает гонку. Абсолютно, всегда. Все зависит от того, с какой стороны вы смотрите на это. Не застревайте в быстром или срочном складе ума. Не торопитесь, и только тогда у вас действительно все пойдет намного быстрее. Я желаю вам искренне удачи. А если у вас есть еще вопросы, для этого есть секция комментариев внизу. Я буду рад очень на них ответить, я хочу помочь, действительно, каждому из вас, кто хочет учить английский, поэтому не стесняйтесь, пишите. К сожалению, я не предлагаю индивидуальные скайп-уроки, потому что у меня сейчас на это нет абсолютно времени. И у меня сейчас вся жизнь разваливается, и я пытаюсь ее держать. Но я буду очень сильно стараться и помогу, чем смогу. Спасибо вам большое за просмотры, за лайки. Спасибо за то, что ждете новых видео. И до свидания, семья.